Вечная Евангелие в современном мире Мы с вами исследовали семь царей, и сейчас бытует мнение, что семь царей – это семь пап. Насколько эта теория оправдана? Она довольно популярна. Некоторые факты якобы совпадают с этим учением о том, что семь царей, которые пять было, один придет, потом на малое время появится, оно соответствует истине. Значит, мы с вами исследуем семнадцатую главу Откровения, в которой показан зверь багряный с семью головами и с десятью рам, на котором сидит блудница. И мы с вами говорили, что это символ церковно-государственного союза, который будет иметь место в конце истории мира. Но и мы разобрали с вами, что жена представляет собой образ религиозной системы. Потому что в Священном Писании везде и всюду об этом говорится. Ясно, что и в Ветхом, и в Новом Завете жена этого образа религиозной системы. Что касается зверя и его голов, там сказано, что семь голов, это семь царей. Это политическая власть. Союз религий и государства. Церковно-государственный союз показан там. И мы, как уже проиллюстрировали, что это было на протяжении всех средних веков, такое положение в Европе было. Именно было такое положение. Поэтому, когда сегодня появляются теории о том, что семь голов у этого зверя – это семь пап. И причем перечисляют этих пап. То есть, с 1929 года, после того, как Муссолини восстановил маленькое крошечное Ватиканское государство. И подписан был конкордат между Церковью, между Ватиканом и режимом Муссолини. Что вот с этого момента надо считать. Наверное, самый интерес вызывает то, что, наверное, с седьмым папой связывают начало пришествия Христа или конца века сего. Поэтому, наверное, это так и обостряет внимание именно к этой теории о том, что семь царей – это суть семь пап. Да, такое возникает эсхатологическое возбуждение, не совсем здоровое. Во-первых, это совершенно не соответствует действительности. Несмотря на то, что у нас есть определенная позиция в отношении папства, в отношении католицизма. И мы считаем, что вовсе нет. Такое толкование не соответствует действительности. Да, те папы, которые, так сказать, были во главе Ватикана на протяжении времени с 1929 года, а это было место, имели место эти папы, значит, можно их посчитать, но никто из них не был настолько агрессивным, чтобы представлять свою голову этого зверя. Во-первых, никто из них не совершал никаких гонений, никаких убийств, никакой инквизиции уже. И никого не сжигали, не убивали ни одного протестанта, ни одного православного, ни одного католика не сожгли. И поэтому выдавать их за головы этого зверя, который уничтожает народ Божий, это совершенно неразумно и не соответствует исторической действительности. Давайте мы нашим телезрителям напомним, что именно представляет эти семь цари, какое истинное толкование. Истинное толкование относится к тому, что этот дракон на протяжении тысячелетий, на протяжении веков гнал церковь Божию, начиная от Древнего Египта. Первое – это будет Египет у нас? Да, второе мы посчитали – это Древняя Осирия. Потом… Когда уничтожено было Северное царство. Да, когда каждая из этих империй старалась сделать тоталитарное, полное, тотальное уничтожение народа Божия. Египет во время исхода. В книгах царств описано, как Синахерим, царь ассирийский, хотел уничтожить Иерусалим. А до этого ассирийские цари пленили весь Северный Израиль, уничтожили Северное Израильское царство. Третье – это, получается, Вавилон. Третье – Ново-Вавилонская империя. Падение Иерусалима. Падение Иерусалима в 586 году. Все это были тотальные удары по народу Божию в того времени, когда была попытка уничтожить весь народ Божий. Вот это надо учитывать. Вес исторический. Такие факты имеют. Они такие, как здесь приводятся. После Вавилона мы имеем Медоперсия. После Вавилона, конечно, Медоперсия очень сильно ясно выражена, что в одни эсфири Артоксеркс, или Ксеркс, как он идет в Библии, в его время Аман заплатил деньги, чтобы только уничтожить весь народ Божий царю. И был издан указ о убиении всего народа Божия. Только вмешательство Божие каждый раз спасало народ Божий. После Медоперсии. В греческую эпоху, это во дне Антиоха IV Пифана, исторически безукоризненный факт, когда он хотел уничтожить весь культ Иерусалима и всю религию народа Божия. И это ясно, это совершенно четко зафиксировано в истории. И, наконец, Римская империя, которая предприняла, она уничтожила полностью еврейское государство и Иерусалим, город Иерусалим. В 70-м году нашли. Это шестой зверь. Да, шестой зверь. И на протяжении первых 300 лет 10 гонений против новой христианской церкви уничтожить церковь огнем и мечом. А когда мы говорим о Риме, это как бы соединение и самой империи, и самой римской уже церкви, когда мы говорим. Это уже будет позже, когда римская империя. Это как один царь идет, понимание. Да, потому что Рим, он идет Рим. Рим, вот, и Рим языческая фаза, Рим уже, будем говорить, христианизированная фаза. И седьмой? И седьмой это глобальный период, который пророчески грядет. Еще по пророчеству, вот, когда, значит, в 13 главе написано, зверь с агнчими рогами будет делать все, чтобы погубить всех поклоняющихся Господу и истине. А этот зверь, что это означает? Ну, мы говорили, и я не хочу, чтобы это прозвучало как-то поверхностно, мы говорили, что по пророчеству это глобальная система, возглавляемая Соединенными Штатами Америки. То есть, вот эти семь царей, это именно представляются политические власти, силы, вернее, так скажем, которые оказывали или будут оказывать огромное давление на Божий народ, вплоть до уничтожения. Которые оказывали и будут оказывать, да. И мы не должны тут такую создавать микросхему маленькую, вот эти с 29, вот эти вот папы, вот это семь голов. Понимаете, это просто несерьезно и не соответствует реалиям историческим. Вот, мы еще должны говорить, поскольку мы очень определенно стараемся понять и определить те понятия, идентифицировать их с историческими фактами, вот мы должны сегодня сказать ясно, что мы никто не имеет права ни одного католика отправлять раньше времени в ад или говорить о том, что вот он идет и ни одного папу римского. Нам не дано о личностях право говорить, что он антихрист или он кто-то. Мы говорим о системе, о исторической роли системы, но не о личностях. И поэтому это не наша позиция называть вот это, они уже то, то, то или кто вот этот вот, это антихрист и так дальше. Я совершенно ясно об этом рассказал в моем выступлении по радио «Свобода» в Москве, когда меня спросили, кого вы считаете вот его антихристом, значит, покойного папу. Я говорю, у меня уста не откроется, так назвать человека. Это Бог решает. Другое дело, что система эта, она себя засвидетельствовала исторически так, как гонительская система. Мы перейдем тогда дальше. Спасибо вам большое за это объяснение. 11 стих нам говорит «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и он пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, передадут силу и власть свою зверю». Так. Хорошо. Давайте теперь, естественно, по очереди рассмотреть восьмую. Восьмую фазу, да? Там сказано «Зверь, который ты видел, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Он был, нет его, и явится. И пойдет куда? В погибель. В погибель. Значит, здесь говорится не о восьмой голове, а о звере самом, который состоит из семи голов. То есть это тот зверь, на котором сидит блудница? Да. Так я понимаю, да? Да, да. У него семь голов. Да. И теперь, когда говорится о восьмом, то говорится именно не о восьмой голове, а о самом этом звере, на котором сидит блудница, у которого семь голов. Да. Тут так пишется. Вот. Значит, это абсолютно невозможно расшифровать, если мы не используем библейский дальнейший материал. И тут будет, можно сказать, таким очень важным моментом определиться со словом. Он выйдет из бездны, да? И пойдет в погибель. Зверь, который был и которого нет, есть восьмое из числа семи, пойдет в погибель. Значит, смотрите. Судя по откровению, после второго пришествия Христа начинается тысячу лет. Борьба против Иисуса Христа идет до начала тысячелетия, до второго пришествия Христа, так? И достигает своего максимума, или, будем говорить, самой экстремальной точки в эпоху Армагеддона. Потом на земле начинается тысячелетний период, миллениум, когда написано, никого больше не будет живых на земле, да? А народ Божий будет поднят к Господу, воскрешен и поднят. Сатана будет скована. Сатана будет скован на тысячу лет, написано. И куда он его заключил, когда сковывал его ангел? Куда Сатана заключил? 20 глава Откровения говорит, и заключил его в бездну. То есть, на протяжении тысяч лет земля будет безвидна и пуста, как говорил пророк Иеремия об этом периоде времени. На ней не будет жителей. Только враг рода человеческого и его падшие ангелы будут скованы на этой земле. Она безвидна, пуста, разорена. И все человечество видит, в каком состоянии она находится. Спасенное человечество. Мы дальше будем разбирать это в 20 главе. Но сегодня это невозможно понять без 20. Поэтому я как бы перехожу вперед немного. Так вот, в 20 главе сказано, что он находил, куда он был? Пошел в бездну, да? А потом на малое время было дано ему что? Освобождение. Освобождение после тысячи лет. Он выходит из бездны. Воскресают нечестивые всех веков. Он получает снова к ним доступ. И тут он имеет дело со всеми семью предыдущими головами. То есть... Одновременно. Одновременно. Вот это вот и есть его восьмой поход против народа Божия, когда сойдет с неба город Иерусалим со святыми, да? Вечный и небесный Иерусалим. И когда он окружает со всеми своими, с поспешниками Иерусалим, вот они тогда, ясно сказано, что ему поклонятся все имена которых не вписаны в книгу жизни. Те, которые будут окружать Иерусалим, ясно, они уже не вписаны в книгу жизни. Они воскресли во время второго воскресения. Вот этот момент и пойдет куда? Погибель. Погибель. Выйдет из бездны, ему поклонятся все. То есть это стихо оказывает окончательное уничтожение зверя. Да. То есть его планы и его цели. Да. И, конечно, Божий суд. Да. Вот за то, что он делал, Бог судит. Как Бог судит блудницу за то, что она сидела на звере, блудодействовала с царями землями и упоена была кровью святых, то Бог за это судит ее, как саму блудницу. А здесь показан суд именно над зверем. Правильно я понимаю? Да. Так же сказано о десяти... Но сначала идет суд над блудницей, показан. И даже в этой главе не говорится о суде над зверем. Дальше будет суд над зверем. Нам необходимо было сегодня, объясняя вот этот момент, немного зайти вперед. Можно теперь говорить о десяти рогах и... Да. Десять рогов, которые ты видел, суд десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Снова мы возвращаемся. Теперь еще не получили что? Власть. Власть со зверем. Они еще не получили. В одни Иоанна, он говорит, они еще не получили. И действительно, мы понимаем, что раз в первом веке он видит это видение и сказал, что они еще не получили власти, десять рогов, то они должны получить в будущем. И это так и произошло. Что только в пятом веке, когда распалась Римская империя, Западная Римская империя, на ее территории возникли вот эти королевства варварские, из которых потом развилась, или будем говорить, со временем произошли европейские народы, которые наполняют сегодня Западную Европу. Изначально это была у нас Священная Римская империя, Священная Германская Римская империя, потом мы увидим, это уже современная Европа. То есть, это та территория, Господь обозначает нам ту территорию, где будет присутствовать звери, где будет присутствовать луна. Где была его основная база на протяжении всех веков? Интересно о том, что примут власть со зверем на один час. На одно время. Есть слово, значит, кайрос и хронос. Вот, хронос – это время, которое идет в хронологическом порядке. И кайрос – это качество времени. Вот здесь как качество времени. Понимаете? На одно время. Одновременно примут. То есть, разделят вместе с ним власть. Да. Какое время? Одновременно они царствовали со зверем. В конце времени особенно. А у них будет возможность. И мы видим, что, в общем-то, и по другим пророчествам, возьмите седьмую главу Даниила, или возьмите вторую главу Даниила, мировой исторический процесс возглавляет в конце времени вот эти десять, о которых здесь говорится. Конечно, это символ. Тогда это было десять племен, которые разрушили Римскую империю. На сегодняшний день это, оно имеет уже как бы глобальный такой масштаб. Мы видим, что они имеют одни мысли. То есть, проходят полное соединение одним мыслям. И передадут силу и власть свою зверю. На какой-то момент, когда мы говорили, что, и согласно откровению, что ему удастся собрать всех царей, всех, на брань, он и великий день Бога, все держите. Вот этот на один час, особенно на час Армагеддона, они вместе. И сатана, который будет руководить и управлять отступившими. Да, особенно в час Армагеддона. Здесь как бы пишется, что происходит, да? Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь, господствующий, и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные. То есть, происходит столкновение со Христом, то есть, показано вот завершающим. Конечная цель, что же они хотели, да? Конечная цель, окончательное столкновение с Иисусом, с Его народом, и мы видим повержение. Господь повергает именно этого зверю, всю эту систему сложную, которая была устроена, повергает на зиму. При втором пришествии. При втором пришествии. Да, но интересный там момент, что они разорвут блудницу. Да, вот сейчас мы к этому подходим. И говорит мне, воды, которые ты видел, на которых сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть, воды, как символ, к символ многих народов, на которых восседает, или на которым оказывает влияние, да? Блудница. Это система. Десять врагов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажают, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Что означает этот отрывок? Этот отрывок показывает разрушение этого союза в конце времени. Так было во дни французской революции, что Франция – это та страна, которая больше всего поддерживала Рим, римскую иерархию. Потому что французский король считался старшим сыном церкви католической. Флотвих II, который первый принял католическую веру, они так его называли. Франция – это был старший сын. И именно в Франции, во время французской революции, после 1290 дней, или 1290 лет, я имею в виду 12 главу Даниила, произошло событие совершенно парадоксальное в истории. Именно французы, которые, так сказать, первые поддержали… Были оплотны католической церкви всегда. Да, на протяжении веков. У них возникла вот эта атеистическая революция французская. Они, многие уже забыли, но 1793 год, когда во Франции были запрещены все христианские церкви, полностью запрещена христианская вера. Закрыты около 20 тысяч церквей. И духовенство отправлено на галеры. И запрещена была христианская вера. То есть, нечто подобное произойдет и в последнее время. Это происходит всегда. Незаконный союз кончается такой трагедией. Господь считает, что церковно-государственная система, она кончится трагедией для церкви, если церковь вступает в союз с государством. Вы знаете, что сказал Алексей II, покойный патриарх? В свое время мудрые слова. Говорит, церковь не должна становиться опорой какой-то политической партии или какого-то государства, потому что она может оказаться вдовой. Если изменится, значит, партия правящая другая придет к власти, а церковь связала себя с этой предыдущей партией, то может оказаться вдовой. Ведь мудрое же сказано. Это закон истории. Бог сказал, все союзы, которые заключались в Ветхом Завете, когда Ветхозаветняя церковь, еврейская будем говорить, она тогда была Ветхозаветней церковью, заключала союзы с Вавилоном, с Египтом, с Медоперсией, с Грецией, особенно с Римом, когда возникали союзы. Всегда эти союзы обращались в погибель для народа Божьего. Ведь иудеи тоже заключили союз с Римом, с Римской империей. Это сейчас мало кто помнит, но Иосиф Славиев совершенно ясно описывает, что было несколько, чуть ли не 4 или 5 договоров между иудейской системой и между евреями и Римской империей языческой. Были договора, и это совершенно четко прописано в истории. И как раз и разрушили римляне Иерусалим на то, что они сначала надеялись на римлян, они стали их могильщиками. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Да, они сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. То есть совершенно ясно, что союз церкви и государства, он является погибельным в конечном счете. Вот это истинно здесь пророчески предсказано, а история уже много раз показала, что это так и происходило. То есть мы видим, если мы возьмем тогда уже общий контекст и видим, что именно этот союз будет обусловлен именно для того, чтобы спасти землю от тех катаклизм, которые обрушатся на нее. И когда государственные власти увидят, что этот союз не принес тех плодов, которые, то есть не произошло, а еще больше усилилась бедствия, мы можем, Библия предсказывает нам, что пройдет полное отторжение. Вот такое полное отторжение всей этой войны. Это еще один отлив. Уже была волна атеизма в Европе, рационализма, да, после 1260 лет господства клерикальной системы. Возникла вот эта вот секулярная эпоха. А теперь снова возрождается вот эта вот все тенденции. И пророчица предсказывает, что будет снова возникнуть вот этот альянс погибельный государства и церкви. И также мы видим в конце, в 18 стихе, он еще раз делает нам определенный фокус, показывая, что же это та женщина, которая восседает, то есть где искать ее. Потому что мы ведь понимаем, что женщина в 12 главе, она ведь не исчезла, она была спрятана Господом. То есть истинная церковь, она осталась, она не переродилась. Но Господь нам показывает именно, чтобы люди могли точно ориентироваться, куда им не следует попасть. Он говорит, жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Я думаю, что для первого века самый великий город, более миллиона жителей, который был во всей Римской империи, это был Рим, и, наверное... И равного ему не было. Не было во всей империи. Все понимали, откуда должно произойти, и что будет, откуда, и где будет восседать именно жена, которая и приведет к этим большим бедствиям всю землю и приведет к погибели. Да. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас и дальше вместе с нами следовать Священное Писание. Продолжение наших программ следует. Пусть Господь вас благословит. Читайте Библию. Божьих вам благословений. Мережа терміналів миттєвих грошових переказів допомагає нам заощаджувати час та швидко поповнювати рахунки. Відтепер через об'єднану систему миттєвих платежів та iBox ви можете пожертвувати кошти на розвиток телеканалу «Надія». Заходьте в розділ «Инші послуги», знайдіть телеканал «Надія» та додержуйтеся інструкції. Підтримайте розвиток українського християнського телебачення вже сьогодні. Информацію про розташування терміналів ви можете знайти на нашому сайті www.hopchannel.info «Надія» «Надія»